За чистотой на объектах универсиады будет следить региональный левобережный оператор. Красноярская рециклинговая компания должна будет вывозить мусор с общежитий Пере, жилых кампусов студенческого городка СФУ, Академии биатлона и других. Для этого закупили пять современных мусоровозов. Одна машина предназначена исключительно для сбора пластика. Из-за запрета на въезд в город грузовых машин работать мусоровозы будут ночью. Автоинспекторы устроили массовую проверку таксистов. Рейд прошел возле авто и ЖД вокзалов. Дорожные полицейские смотрели наличие лицензии, а также разрешение на установку шашки и наклейку логотипов. Только за два часа автоинспекторы составили восемь протоколов. Всего же за день правила нарушили сорок восемь таксистов. Арбитражный суд возобновил производство по иску инвестора заводов и расплавов Красноярскому правительству. Напомню, кемеровская компания Чексу требует от краевой администрации 23,5 миллиарда компенсации за нереализованный проект. Договор на строительство завода был подписан еще в 2008 году. Однако из-за общественного резонанса чиновники от проекта отказались. Соседание назначено на 12 марта. Краевой Роспотребнадзор запустил горячую линию по мерам профилактики гриппа и ОРВИ. До 18 февраля врачи будут отвечать на вопросы горожан. Например, чем отличаются симптомы инфекционных заболеваний, какие меры необходимо предпринять при первых признаках недомогания. Также медики расскажут о правилах использования масок. Получить консультацию можно в будние дни с 10 часов утра до 12 и с часу дня до 4.